Камень веры Ни с теми, которые хотя допускают, что души освобождаются из ада, но признают ад заодно смытарствами, как особое среднее место между небом и гиеной. Нельзя, говорим, согласиться ни с теми, ни с другими потому, что среднего состояния душ по смерти, третьего места между небом и адом или гиенную, православная церковь не допускает. Православное исповедование, часть 1, ответы на вопросы, 64, 67, 68. Отшедших из мира с покаянием, как она особенно видна из молитвы ее на вечерние дня Святой Пятидесятницы. Вопрос. Не суетны ли наши молитвы за умерших, когда мы застоверностью не знаем, какая их постигает участь? И, может быть, многие за которых мы молимся находятся уже в Царстве Небесном, а другие по частному суду Божию принадлежат к числу отверженных. Несмотря на все это, наши молитвы об умерших не суетны. Церковь научает нас молиться за всех, скончавшихся в православной вере и с покаянием, исключая явных нечестивцев и нераскаянных. Но о ком принять, о ком отвергнуть наши молитвы, это уже принадлежит Господу, который знает сущие Свои и достойные Его милости. 2 Тимофея 2,19. Наша молитва о тех, которые, быть может, находятся уже на небесе или в числе отверженных, если не полезны им, зато и не вредны. 3 Но наша молитва о всех благочестиво скончавшихся, только не успевших принести плодов, достойных покаяния, и потому не удостоившихся еще Царствия Небесного, без всякого сомнения им полезны. А кроме этого, молитвы за умерших, во всяком случае, полезны самим молящимся, по слову псалмопевца. 4 Молитва моя в недра мое возвратится, и, Спасителя, мир ваш к вам возвратится. Если Церковь молится за всех с покаянием скончавшихся, ее молитвы сильны перед Богом и благотворны для них, то все, за кого она молится, спасутся, и никто не лишится блаженства. 4 Ответ. 5 На это скажем вместе со святым Яном Дамаскиным. 6 Пусть так, и, ой, если бы сие исполнилось, ибо сего-то и жаждет, и хочет, и желает, а всем радуется веселиться, приблаги Господь, да никто же не лишится божественных даров Его. 7 Ибо неужели ангелам он уготовал награды и венцы? 8 Неужели для спасения духов он пришел на землю, нетленно воплотился от Девы, садился человеком, вкусил страдания и смерть? 9 Неужели ангелам он сказал, придите, благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царствие? 10 Ты не можешь этого сказать, противник, но все он уготовал для человека, за которого и пострадал. 10 Ибо кто составил пир и созвал друзей, не пожелает, чтобы они все пришли и насытились благ его. 11 Иначе для чего ему и пиршество готовить, как не для того, чтобы угостить друзей своих? 12 И если мы о всем только заботимся, то что сказать должно о великодаровитом, едином по естеству, приблагом и человеколюбивом Боге, 13 Который, раздавая и подавая, более радуется и веселится, нежели тот, кто приемлет и приобретает в себе величайшее спасение? 13 Надобно также не забывать, что обители у Отца Небесного много и степени блаженства вечного будут весьма различны, соответственно самому достоинству тех, которые удостоятся этого блаженства. 14 Древние еретики Ариане выставляли против пользы молитв за умерших следующее возражение. 15 Если молитвы, приносимые за усопших, для них полезны, то пусть никто не живет благочестиво и не творит добра, 16 А снискивать в себе друзей каким угодно образом, щедрым ли раздаянием денег или просьбой перед концом земли молиться за него Богу, 16 Чтобы ему не страдать в другой жизни и не поддернуться казни за великие грехи. 16 Когда в землю брошено зерно, потерявшее начало растительной жизни еще в житнице и внутренне повредившееся до того, что не способно изникнуть из земли, 17 Тогда сколько бы ни орошали это гнилое зерно, сколько бы ни старались подвергать его влиянию животворного солнца и благорастворению воздуха, 17 Оно не разовьется и не сделается прекрасным растением. 18 Так и молитвы друзей и сродников не могут помочь душе того умершего, который во время земной жизни пороками и нечестием погасил себе Дух Христов, 19 Который, называясь христианином, был по душе язычник, а по жизни и делам фарисей. 19 Не могут молитвы их помочь душе его выйти из вечной тьмы в Царство Святых, где пресыщает свет лица Божия, 20 Ибо отверженному нет части со святыми, 2 Кор. 6.15 21 В мире загробном люди узнают ли друг друга? 21 Учение о том, что люди взаимно узнают друг друга в мире загробном, было предметом почти всемирного верования. 22 Все народы земные придерживались этого учения. 22 Возначенную истину веровали как древний мир, так верует и современный. 23 Еврей и язычник, христианин и варвар, грек и ремлянин, философ и поэт, самые образованные народы и самые дикие племена равнодержались этого учения. 23 Это верование во взаимное свидание за гробом с близкими нам людьми особенно дорого чадом Божиим в минуту самых тяжких их испытаний. 24 Оно неизреченно дорого душе человеческой именно тогда, когда разрушаются самые дорогие ей земные надежды и болезненно порываются узы сердечных ее привязанностей. 25 Тогда верование, о котором идет речь, является истинно целебным врачевством для наболевшего духа и становится великим утешением для измученного и разбитого сердца, 26 Потому что оно научает не скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. 27 Оно уверяет, что разрушение тела порождает только временную разлуку, что дорогие существа отняты не навеки, а только на то малое время, пока продолжится его земная жизнь. 28 Но основательно ли это верование? 28 Да, мы можем быть твердо убеждены, что Творец, создавший наше существо, не вложил бы в нашу душу столь глубокую веру и столь глубокое желание этого святого взаимного свидания, 29 Если бы оно было не истинно, и Дух Святой не допустил бы такой мысли возрастать и укрепляться в сердцах верующих, в частых самых таких тяжких страданий и скорби, если бы сказанная мысль была заблуждением. 29 Обращаясь к рассмотрению свидетельств Священного Писания, утверждающих истину того, что люди вновь узнают друг друга в загробной жизни, укажем прежде всего те места Пятикнижия Моисеева, в которых говорится, что ветхозаветние патриархи приложились к народу своему. Так в книге «Бытия» 25.8 сказано, что Авраам умер и приложился к народу своему. Но этот образ выражения, конечно, не может относиться к погребению патриарха, потому что в таком случае означенное выражение было бы неверно, так как Авраам не был погребен там, где были могилы его народа. Его предки жили и умерли в Уре Халдейском. Фара, его отец, умер в Харане, и там был погребен. И Авраам был похоронен в новом месте погребения. И помимо, именно в пещере Поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Хананской. Пещере, в которой Авраам приобрел от сынов Хетовых и которая находилась далеко от гробниц его отцов. А однако, не быв погребен своим народом, он все же приложился к нему. То есть, хотя его тело не покоилось с их телами, но то, что составляло самое его существо, а именно бессмертный дух, приложился к его народу, вступил в тесное братское единение и был возвращен их дружбе. Так же об Исааке мы считаем, и испустил Исаак дух, и умер и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Иаков, сыновья его. Заметьте, что здесь говорится, что Исаак приложился к народу своему, тотчас, после своей кончины, но до своего погребения. Этим очевидно преподается то учение, что как скоро дух престарелого праведника покинул тело, и прежде чем это тело было погребено, освобожденный от уз плоти, он вступил в общение со своими благочестивыми предками, которые до него перешли в Шеул. То же выражение употребли Илена и относительно Иакова в книге Бытия, где слова «приложился к народу своему» не могли, конечно, означать, что он был погребен с ними, так как погребение Иакова совершилось только через сорок дней после того, как он скончался и приложился к народу своему. В пророчестве Езекииля 32 мы также удостоверяемся в сказанной страшной истине, что души погибших на веки грешников узнают друг друга. Здесь в грозно-велищественном повествовании царь египетский изображен сошедшим в ад, находящимся там среди князей необрезанных, а в 21 стихе означенной главы нам сказано о фараоне. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его, первые из героев. Они пари и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Это место Священного Писания изображает перед нами жилище ада и указывает, что души, отшедших в мир загробный, неистовых мучителей, их союзников и их полчища находятся вместе. И мы видим их говорящими с фараоном в Ааде, когда и он сошел туда к ним. А что царь египетский узнал их, это несомненно, так как вслед за перечислением царей и народов, о которых сказано, что они сошли в преисподнюю, и о которых утверждается, что осталось беззаконие их на костях их, потому что они как сильные были ужасом на земле живых. В 31 стихе мы читаем. «Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем пораженным мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог». Из означенного места книги Порока из Икииля мы узнаем, что царь египетский не только будет видеть тех царей и народы, которых он знал на земле, но что вид этих несчастных, преданных вечным мучениям, доставит ему род дьявольского радования, раз он узнает, что те, которые были соучастниками его преступлений, станут сотоварищами его страданий. Той же истине утешительней для благочестивых и страшной для беззаконных, что люди взаимно узнают друг друга в аде и будут обречены на вечное сотоварищество, мы научаемся в 31 главе из Икииля стих 16, где Бог говорит о царе астерийском. Закончив рассмотрение свидетельств, представляемых Ветским Заветом, мы теперь приступим к исследованию того свидетельства, которое дается относительно сказанной истины в евангельских повествованиях о земном служении нашего Господа. В Евангелии от Луки 16 глава мы читаем о богаче жестокосердном и бедном Лазаре следующее. В Евангелии некоторый человек был богаче, одевался в порфиру и весь сон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали с трубья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Ааде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и в Азапив сказал, «Отче, Аврааме, умилосердься надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх всего того, между вами и нами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к нам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Очевидно, что в этом повествовании Христом сказано многое о бессмертии. Он приподнимает, так сказать, завесу, скрывающий от нас мир духовный, дает нам взглянуть минутно на состояние душ в загробном мире. Быть может, ни в одном из мест священного Писания не изображены столь живо различные состояния, отшедших их взаимные друг к другу отношения. Нам дано видеть одновременно небо и ад. И то, что там происходит, поведано нам тем, которые есть не только начальник жизни, но и имеющий ключи ада и смерти. Рассмотрим же, что нам сказано Христом относительно той истины, что люди узнают друг друга, и что общение между ними возобновится в том мире духовном, который Он раскрывает перед нами в сказанном повествовании. Притча эта учит нас тому, что святые, находящиеся в царстве славы, не только взаимно узнают друг друга, но что между ними существует самая искренняя дружба и общение, так как мы слышим, что Лазарь не только узнал Авраама, но что ему дозволено было и возлежать на лоне его. То есть дано было блаженство самого приискреннего общения с отцом верующих и другом Божиим. Далее мы узнаем из означенного повествования еще и то, что спасенные и погибшие могут узнать друг друга, хотя общение дружбы не может существовать между ними. Так богач, находившийся в аду, мог узнать Авраама и Лазаря, которые были на небесах, и они также видели его. Но хотя они таким образом могли видеть друг друга издалека, все же не было никакой возможности взаимного между ними общения, так как между ними была утверждена великая пропасть, преграждавшая навеки всякое между ними общение. И это, что нераскаянные грешники будут видеть славу святых, будет усиливать в течение всей вечности мучения их и увеличивать ужас и мрак их место осуждения. О различии пола в будущей жизни Свойственно человеку стремление открыть завесу, отделяющую настоящее от будущего, и насколько возможно проникнуть в тайны загробной жизни. Это присущее человечеству стремление ставит такой вопрос. Существует ли различие полов в будущей жизни? Явление святых на земле мужского и женского пола не оставляет никакого сомнения в существовании двух полов за гробом. Загробная жизнь уже не земная, а ангельская, где нет нужды, да и невозможен уже, например, брак. Он необходим был на земле для поддержания рода человеческого. Духовные же отношения людей, начавшиеся на земле, сохраняются иносли и быть не может. И в загробном мире, для которого эти отношения предназначались, брат останется и там братом относительно своей сестры, если они только... Она только была на земле. Если тоже участница райской жизни, жена останется относительно своего мужа женой, ее права на это при ней. Ее духовное отношение к мужу определено самим Богом. Если не кончается бытие души телесную смертью, если ей предстоит отдать отчет в своих действиях, например, в исполнении или неисполнении обязанностей жены, отдавая отчет, душа должна сохранить и пол свой. Не согласно здравым рассудкам, чтобы безразличное существо, душа, отдавала бы отчет в действиях ей непринадлежащих или ей несвойственных. Слово Божие научает нас, что в воскресенье тела соединятся со своими душами, следовательно, всякая душа опять навеки соединится со своим телом. Тело есть орган души, орудие ее видимого проявления. Не должно думать, чтобы различие полов заключалось только в видимом теле. Характер, свойства того и другого пола принадлежит не телу, а душе. С этими естественными свойствами, отличающими одну душу от другой, душа переходит с земли в загробный мир. Еще без тела несчастный богач в аду узнал тоже бестелесного Авраама и Лазаря. Значит, почему-нибудь не смешал их, например, с Сарой, Ревекой и другими женами в раю находящимися? Справедливо на земле говорят, такой-то с характером женским, а такая-то с характером мужским. Однако ни тот, ни женщина, ни та, ни мужчина. И здесь только говорится о некотором сходстве характера. Точно так же, как бывает, что и мужчины имеют женское лицо, и женщины – мужское. Сохраняя, однако же, при себе свой пол, естественный характер души. О существовании полов в загробной жизни Блаженный Августин пишет так. «Тогда издана будет из плоти лишь недостаточное, а сама природа ее сохранится. Но пол женщины вовсе не есть недостаток, как учили догматики средних веков о несовершенстве женского пола. Но природа, которая, конечно, тогда не будет ни зачинать, ни рождать, посему не будет и бракосочетания, не будет продолжать существовать в своих женских членах не для прежнего употребления, но для нового украшения. И никогда не будет она возбуждать похоти того, кто будет созерцать сие. Напротив, она послужит новой причиной прославлять мудрость и благость Бога, который некогда сотворил то, чего не было, избавил от искления то, что сотворил. Кто таким образом сотворил оба пола, тот и сохранит их». Глава 9. Антихрист. Время кончины мира. Несмотря на то, что в Слове Божьем не указано время кончины мира, люди всегда делают попытки с точностью определить этот великий момент, за которым последует всеобщее воскресение мертвых и страшный суд Христов. Общественные бедствия, вроде голода, войны, повальных болезней, холеры, чумы, моровой язвы, всегда способствовали распространению в народной массе убеждения в том, что мир наш доживает свои последние дни. Но едва ли когда было так сильное всеобщее ожидание конца мира на Западе, как на исходе первого тысячелетия нашей христианской эры? Основанием чему служили следующие слова апокалипсиса. «Через тысячу лет дьявол выйдет из своей бездны и соблазнит народы, находящиеся в четырех странах земли. Книга жизни будет открыта, море извергнет своих мертвых. Каждый будет судим сообразным со своими делами. Тем, которое восседает на великом сияющем престоле. И будет новое небо и новая земля». Бернард Тюрингенский около 960 года назначил даже день конца мира. Вселенная, по его мнению, должна разрушиться, когда Благовещение совпадет со Страстной Пятницей. Это совпадение случилось в 992 году. И ничего необычайного из этого не последовало. В течение десятого столетия королевские хартии начинались следующими характеристическими словами. «Так как приближается конец мира...» В 1186 году астрологи напугали Европу, объявив, что в сентябре месяце разразятся великие бури, произойдет землетрясение, появится смертность между людьми, возмущение и распри, революция во всех государствах, уничтожение и погибель всего живущего. Но ничего, ничто не оправдало их предсказаний. Несколько лет спустя, в 1198 году, разнесся слух о конце мира. Но на этот раз миру предстояло разрушиться без посредства небесных явлений. Предсказали, что в Вавилоне народится антихрист, и через него погибнет род человеческий. В конце 13-го столета алхимик Арнодий Вильнеф объявил, что антихрист народится в 1335 году. Винсент Ферве, знаменитый испанский проповедник, уверяет, что мир просуществует столько лет, сколько стихов в псалтире, то есть около 2537 лет. Один из знаменитейших математиков Европы по имени Стофлер, усердно работавший над разборкой календаря, предсказал, что в 1524 году будет всемирный потоп. Этот потоп должен был случиться в феврале месяце, потому что тогда Сатурн, Юпитер и Марс должны были соединиться в знаке рыбы. Все народы Европы, Азии и Африки, прослышавшие об этом предсказании, были поражены унынием и страхом. Невзирая на радугу, все ожидали потопа. Многие писатели того времени передают, что жители приморских провинций Германии решили продавать по самой низкой цене свои земли, и что люди, имеющие деньги и не очень доверяющие предсказаниям, скупали эти земли. Каждый запасался лодкой на манер ковчега. Доктор Тулуза по имени Орион заказал для себя своего семейства и своих приятелей ковчег, отличавшийся большими размерами. Подобные же предосторожности принимались в большей части Италии. Наконец наступил февраль месяц, и не выпало ни одной капли дождя. Никогда, ни в одном месяце не было такой засухи, и никогда астрологи не чувствовали такого смущения. Однако эти достойные люди не упали духом, и им не переставали верить. Тот же Стофлер вместе с знаменитым региомонтаном снова предсказали, что в 1588 году будет конец миру, или, по крайней мере, последуют какие-нибудь важные происшествия, долженствующие всколебать землю. Новое предсказание и новое разочарование. И 1588 год не ознаменовался никаким необычайным происшествием. В 1572 году было, правда, явление весьма странное, которое могло оправдать все опасения. Неизвестная звезда внезапно зажглась в созвездии Кассиопеи. Эта звезда отличалась отсклепительным светом и была видна даже днем. Астрологи объявили, что это была звезда волхвов, вторично появившаяся возвестить последнее пришествие Христова. Предсказание о погибели Вселенной в 1840 году долго служило предметом всеобщих ожиданий и страхов. 1840 год был отмечен роковым. Предсказания самые грозные и ужасные сыпались со всех сторон. На 6 января назначена была последняя развязка человеческой драмы. Весьма многие приготовлялись к роковому событию, покончили со всеми своими делами и с твердостью ожидали конечной погибели. Парижский священник Пьер Луи, живший в 1840 году из своеобразного толкования апокалипсиса, пришел к тому убеждению, что конец мира последует в 1900 году. Что касается нашего Отечества, то мысль о скорой кончине мира особенно распространена была между русскими в 15 столетии. Так ее встречаем в летописях у митрополита Киприяна, митрополита Фоти и других учителей. В Софийской летописи по 1459 годам написано «Здесь страх, здесь скорбь велика, якоже в распятии Христове сей круг бысь 23, луны 13, сей лето на концы и вися, вон же чаем всемирное пришествие Христова, о владыка, умножившийся беззаконие наше на земле, пощади, владыка». Пасхали и не доводили далее семи тысяч, то есть 1492 года. За этим годом вставили кружок и приписывали «Горе, достигшим до конца времен». И в наши дни не прекращаются слухи о скорой кончине мира, основывающейся на тех или других признаках или событиях. В 1899 году в этом отношении год особенно посчастливилось. Многие положительно были убеждены, что мир не просуществует далее ноября этого года. При неизвестности дня Господня нам все-таки открыты некоторые признаки Его наступления. Перед нами ясно выступают два предсказания в Священном Писании. Одно состоит в том, что Евангелие должно быть проповедано всему миру, и все языкники народа израильский, народ израильский, должны вступить в церковь. Второе говорит о великом отпадении вступивших, из которого развивается последний образ греха. О том, что христианство сделается всемирной религией, не может быть вопроса. Как бы медленно ни шел труд миссии, через все языческие религии проходит чувство сознания, что часы их сочтены. Хотя в Магометанстве все еще горит огонь древнего фанатизма, но именно это возбуждение против всего христианского показывает, что Евангелие подвергает его опасности. Конечно, победа Евангелия не везде доставляет убеждение в истине его, но чего не сделает миссия, то сделает господство европейской цивилизации. С ним христианство войдет повсюду, как религия господствующих народов. Таким образом, в руке Божией и светские интересы будут служить средством, к собиранию народов в союз христианской церкви, дабы концы земли сделались границами церкви. Страннее всего может казаться надежда на то, чтобы Израиль преклонился перед распятым. Но мы должны сказать, что самое существование этого удивительного народа показывает, что Бог сберег его для будущности. Если же будущность принадлежит Иисусу Христу, то Ему принадлежит и Израиль. В пророчестве сказано, что это будет обращение не отдельных лиц, но всего народа. И та связь, в которой находятся между собой отдельные части этого народа, ясно показывает, что если им раз завладеет религиозное движение, то оно легко может сделаться всеобщим. Один Бог знает, когда это случится. Теперь еще закрыты их глаза и помрачен ум, и они не узнают в Иисусе Христе того, кому обращаются их молитвы и их надежды. Израиль служит мамоне и мимолетным интересам века, но в глубине души хранит надежды своих предков. Если тяжелая школа, которую им предназначил Господь, достигнет относительно их своей цели, тогда как бы струпья спадут с их глаз, и они узнают, кого распяли. И чем дольше ругались они над тем, который был исполнением их надежд, тем глубже будет их колено преклонения, и тем вернее их вера и любовь. Сноска. Несомненно, что это событие совершится в последние времена, что иудеи обратятся ко Христу последними, после того, как войдет в церковь полное число язычников. Но нет указания на то, что иудеи обратятся ко Христу до пришествия Антихриста. Вероятно, что иудеи обратятся ко Христу при Антихристе, а не до Него. Намек на это мы находим в словах Иисуса Христа. «Я пришел во имя Отца Моего, и не приняли Меня. И если же придет другой во имя свое, его примите». Иоанн 5, 43. На основании этих слов можно полагать, что иудеи сначала примут Антихриста за ожидаемого имя Мессию. Но скоро, видя его кровожадную жестокость, отрицание Бога и самобоготворение, они разуверятся в его мессианском достоинстве, поймут и сознают, что они ошиблись. Этот ужасный обман, в который они будут введены Антихристом, образумит их, привлечет их в сердца к тому, которому Антихрист будет врагом и противником, то есть ко Христу. Сознание своей тяжкой ошибки внушит им мысль, что все вообще ожидания ими Мессии напрасно, и что Мессия уже давно пришел в лице Иисуса Христа. Но более всего на них подействует проповедь пророка Ильи. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. С этой будущностью Израиля, по словам пророка, будет совпадать эпоха распространения безбожия по всей земле. Эта злосчастная во всех отношениях година, беспримерная по силе и повсеместности распространение безбожия, небывалые по тяжести, продолжительности и широте распространения бедствий, которые будут поражать человечество, наступит перед вторым пришествием Иисуса Христа, перед кончиною мира. Прямо и ясно сказано, Сын человеческий пришедший найдет ли веру на земле? В Священном Писании эта година называется «Последние дни, последние времена, «Последнее время». Продолжительность ее в Писании неопределена. Конец ее совпадает с пришествием Иисуса Христа и концом мира. Но начало ее будет наступать постепенно, и потому его трудно разграничить от предыдущего времени. Нельзя указать определенного момента времени, с которого она начнется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин